Решаем задачу поиска под строки в строке. Вначале решим примитивным алгоритмом, потом усложненным именным boer.moor так как будет несколько имплементаций разных для поиска под строки в строке, поэтому заведем интерфейс, чтобы потом увеличить написание тестов. Так, интерфейс метод indexoff принимает текст и еще в нем паттерн, implemented этот интерфейс, интерфейс навязывает этот метод, пишем метод. Так, это примитивная имплементация, здесь просто используем два вложенных цикла по тексту и по позиции внутри паттерна. Заведем парочку переменных, текст, лим, текст, паттерн. Так, цикл и от 0 до длины текста. Второй цикл по позиции внутри паттерна. Так, но так как внутри идем по позиции внутри паттерна, то внешний цикл можно не до текст-лэнг ввести, а до текст-лэнг минус паттерна. Так, тут если не нашли минус 1, тут если до сюда дошли, то значит нашли, то есть не было, то есть нашли совпадение полное, возвращаем и, а здесь мы должны вовремя выйти из этого цикла, когда нашли не совпадение. То есть если isNotNutчит два символа, окей символ, передаем текст, позицию в нем, паттерн, позицию в нем, заводим метод, так, тут будет, значит, строка 1, позиция 1, строка 2, позиция 2, из NotMatchet будет возвращать не из и матчет, с тем же, ой, и матчет, с тем же контрактом. Создадим этот метод, та же сигнатура. Добавляем параметры. Так, стр1, позиция 1, думал подсказка будет со всеми этими параметрами, лист. Так, из NotMatchet, а здесь берем стр1, чаред, позиция 1, равно стр2, чаред, позиция 2. Так, но так как эти два метода понадобятся не только в этой имплементации, а еще в других, то передвинем их в интерфейс и сделаем их в дефолт методом интерфейса. Так, так, и вот что здесь надо сделать? Нам надо здесь продолжить выйти из этого цикла, но не только из этого, а сразу перейти на следующую итерацию вот этого внешнего цикла. Для этого будем использовать labeled continue и объявим здесь label outer loop, а здесь напишем continue outer loop. Таким образом перейдем на следующую итерацию этого внешнего цикла. Так, ну а здесь, соответственно, так как прошли по всему паттерну и ни разу не вышли, здесь, значит, символы соответствуют и можем возвращать текущее смещение i, то есть с этой позиции начинается паттерн внутри текста. Напишем теперь test. Create test. Так, для тестов тоже, чтобы, поскольку у нас будет низкая имплементация, для этого сделаем иерархию некоторую. То есть у нас будет abstract find substring test. Это abstract plus. Так, у него будет тут вот поле с конкретной имплементацией, которую мы сейчас тестируем. В setup методе он будет инициализироваться. Этот instance initiate create abstract метод. Здесь будут тесты. Так, find substring test. И добавим одной из имплементаций. Implements abstract. Ой. Так, abstract. Так, abstract. Вот тщательно. Find substring. А теперь пишем сами тесты. Индекс of. Индекс of. Longer than text. Так, что здесь будет? Assert to that. Find substring. Индекс of. Передаем короткий текст и длинный паттерн. mnclm. mnclm. Assert jn. Assert jn. Assert jn. Используем. Is equals to. Минус 1. Проверим. Работает. Так, ну и теперь штампуем тесты. Индекс of when pattern and text are the same. ABC, ABC. Ждаем 0. Следующий тест. Индекс of when pattern is absent in text. Так, вот тут какой-то текст. I'm looking for something special. А тут какой-то текст. CaptainJack. Ждем минус 1. Дальше. Индекс of when pattern happens. Или occurs. Accurs. One time in text. Вот. Здесь будем использовать текст из Рот Стивенса. Там есть объяснение мангритм Бойера Мура. И приводится некоторый текст и то, что в нем ищем. Поэтому возьмем отсюда. Так. Example. From. Рот Стивенс. Так. Так. Такой текст. А еще кадабра. Это должно быть 18. Запустим. Так. Так. Есть. Да. Вот. Все хорошо. Индекс. Значит, when pattern occurs one time in text. И надо также добавить when pattern occurs multiple times in text. Ну, например, какой-нибудь. В принципе, здесь можно. Так. Аба. Да. Вот, например, A два раза. Значит, какой у нас? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 вроде бы. Так. То есть. Окей. Так. И. Ага. Еще тест. Индекс of when. Значит, for long text. For long text. Тут у меня есть заготовка. Текст из творения Исаака Сирского. Куртого монаха. Который говорит, что начало помрачения ума, первый признак помрачения, усматриваемого в душе, состоит из пленности к службе Божией и молитве. Другого пути к обольщению души нет, если она прежде не оставит этого подвига своего. Когда же она лишится помощи Божией, тогда она удобно впадает в руки супостатов своих. Ищем слово обольщение. Результат должен быть 132. Проверим. Окей. Так. И в процессе работы над буермор версией этого поиска обнаружил парочку тест-кейсов, которые не проходили на лид-коде. Ну и потом, когда исправил уже имплементацию, эти тест-кейсы решил тоже добавить в этот тест-сет. Лид-код. Трики. 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 Тест-кейсов. Так. Значит, строчка первую ищут вот такую. В такой строчке ищут. Б-б-б-б. Ожидаем три. Трики. И в такой строчке ищут б-б-б. Ожидают пять. все так переходим к имплементацию запускаем так все тесты прошли так хорошо теперь в принципе можем перейти к другой имплементации это было в лоб имеет сложность nm если длина текста n символов длина паттерна m символов то так есть заложенных цикла то в худшем случае это будет порядка nm o от nm но boer moore позволяет получить сложность o от n плюс m так пишем новый класс так boer moore имплемент тот же так начало пока тоже турбокомплементация камин с 1 сразу можно пойти добавить тесты text testing create test extens abstract new moer moore допускаем и видим сразу что тут ожидалось минус 1 эти два теста прошли а здесь когда уже нормальная логика то видим все время минус 1 спамит сейчас будем писать имплементацию так сразу чтобы делать дурную работу если паттерна m больше чем текстовая тогда минус 1 так дальше сама имплементация алгоритма вот картинка роз из книжки вот стивенса алгоритмы значит тексте вот этом вот а б б а д а б а и так далее и что слово кадабра вначале совмещаем две строки выравниваем их по левой стороне и начинаем идти справа налево сравнивать символы в этой в паттерне и в тексте вот видим что а и а совпадают идем дальше р и д не совпадает д фиксируем в тексте идем дальше влево по паттерну ищем где встречается д и вот она вот здесь поэтому значит можно сместить сразу весь паттерн целиком не на один символ а так чтобы д здесь и д здесь совпали ну как видим вот следующая строчка идет д и д расположенная одна под одной сместили сразу на три символа и начинаем опять сравнение здесь пробел здесь а значит пробел фиксируем и ищем идем справа налево внутри паттерна и ищем пробел не нашли значит смещаем на всю длину получаем вот эту строчку ну и так далее так пишем имплементацию значит заведем переменную shift это смещение паттерна действительно начало текста и будем это делать пока shift меньше либо равен длина текста минус паттерн символ с которым сравниваем внутри текста он имеет позицию позен текст а символ с которым сравниваем внутри паттерна позен паттерн мы идем справа налево значит позен паттерн это паттерн лен минус 1 позен текст это shift плюс позен паттерн плюс позен паттерн так значит что сейчас делаем пропишем слова идем по паттерну справа налево сравниваем с символами в тек символами текст текст пока не найдем пока не найдем различия либо не дойдем до конца запаттерна то есть делаем что while справа налево из матчет то есть пока вот и пригодились кстати методы передаем текст позен паттерн позен паттерн позен паттерн так пока из матчет двигаемся влево позен паттерн минус минус позен текст минус минус ну и здесь надо чтобы не вывалиться за границы паттерна надо добавить условия пока позен паттерн больше борода нуля так вот значит если в этой точке у нас позен паттерн стало меньше нуля то есть мы вот из вышли из-за этого условия значит мы то есть если позен паттерн меньше нуля значит мы пошли до начала паттерна полное совпадение повышаем результат так а если тут не ретерн не сработал значит вышли по вот этому по нарушению этого условия то есть было нот матчет тогда надо просто нам шифт шифтануть шифтануть паттерн вот на какую вечно шифтануть эту логику вынесем в отдельный метод determine shift так туда передаем текст позен текст паттерн позен паттерн так ну пока все так тудушка отсюда пережит термайн shift так если сейчас вывалились но здесь ретерн не сработал значит по сути сейчас матчет поэтому можем легально позен паттерн счет декремент хотя бы на одну позицию после чего ищем сейчас переоткроем опять то есть вот мы нашли например D теперь мы должны идти сейчас мы сделали минус минус мы переместились сюда теперь должны идти справа налево и ждать пока не появится D значит идем пока из нод матчет текст позен текст паттерн позен паттерн и делаем позен паттерн минус минус так здесь тоже надо тоже ограничить чтобы не было выхода за границей массива значит здесь проверяем если позен паттерн меньше нуля что это значит надо прописать символ в тексте нет в паттерне в паттерне не нашли поэтому сдвигаем паттерн так чтобы он начинался после этого символа который искали паттерн так соответственно мы возвращаем новый shift это будет поздно текст плюс 1 так а здесь значит мы нашли нашли символ такой символ символ в паттерне сдвигаем его так чтобы выровнять позицию этого символа в паттерне и тексте позицию 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 так вот на такой вечер надо сделать естественно так запустим тест то есть проходит все хорошо так а теперь можно попробовать поговорить про эффективность для этого заведем такой класс counter counter так в этом классе counter добавим приватный field value и будем считать количество comparisons find substring здесь counter и counter да и кстати будем выводить comparisons counter get нет например нет вместо net vel problème что такое нет Так, ретроорн, yes, yes, так. Да. Где counter будем мы инкрементить? В каждом comparison. То есть counter — это количество сравнений. То есть алгоритм Bowermore направлен на уменьшение количества сравнений, которые надо реализовать. Как уже говорилось, вместо nm будет n плюс m, поэтому нам надо сейчас добавить инкремент этого. Для этого сюда передается counter. Добавляем его этим параметром, сюда переходим. Так, counter. Да, он должен срабатывать в обоих случаях, поэтому передается он сюда. Вот, а здесь инкрементится. Так. Ага, так, инк. В, ля, плюс, плюс. Так. Что-то там. Так, better mind shift на тоже counter. Передать counter. Да, все, хорошо, запускаем. Переходим в тесты. Вот, например, для теста, когда pattern не встречается в тексте. 25, 22. Bear more хуже. Это случай. Тут 0, 0. Окей. Здесь 3, 3. Ну, логично. Так, это когда не встречается. 25, 22. Когда пример взроса Стивенса. 35, 25. Сейчас мы улучшим результат. Вот, для длинного текста. 148, 152. Да. Ну, вроде бы, кажется, копеечное улучшение. Да. И три кейса из лид-кода. 8, 18, 8, 16. Да. Не выглядит, как то, что стоит шкурка вытилки. Мы сейчас улучшим. Так. Значит, делаем это через Boyer Mode Enhanced. Так. Extance. Так. Каким образом будем enhance-ить? Так. Так. Determine Shift. Мы переопределим методы Determine Shift. Для этого сделаем вот тут. Protected. Так. Generate. Override метод Determine Shift. Так. Сразу добавим тест. Post. Так. Да. Так. Determine Shift. Так. Напомним, что делает Determine Shift. Он определяет, насколько надо замечать паттерн. Но мы можем уменьшить количество comparison-ов тем, что каждый раз мы используем один и тот же паттерн. Поэтому мы можем для каждого из его символов составить некоторый map и для каждого черктера указать индексы позиций этого черктера внутри этого паттерна. Таким образом потом можно просто с этой статистикой все время работать, а не пробегать каждый раз по паттерну и искать конкретно вот этот символ. Так. Значит, для этого мы в Enhanced классе заведем public-класс. Чарпост. Мэп. Так. Ставим, где мы в Watermap. Вот хэшмэп. 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 Так. Создадим конструктор. Да, конструктором будем передавать туда сам паттерн. И здесь в цикле. Так. Очередной символ будет ключом. Так. Так. ключ, если этот map, мы сейчас находимся внутри мапа, потому что это конструктор, да. Значит, если он содержит ключ, точнее, если не содержит, то делаем put-key пустой рейлист, здесь делаем get-key-add-i. Таким образом, пройдя по всему паттерну, мы заполним map, ключ — это будет буква, а list, value — это набор позиций, на которых эта буква стоит. Так, и, кстати, стоит заметить, что мы шли по паттерну здесь слева направо, то есть позиции будут в возрастающем порядке. Так, значит, и вот этот map нам надо вычислить. Для этого предлагаю в parent-классе добавить step, чтобы каждый раз не учитывать этот map на каждой итерации цикла, надо его предвычислить, поэтому предлагаю добавить step, чтобы сэкономить. Будем это помещать в некоторый контекст, то есть заведем метод create-context, куда передаем текст и паттерн. Да, текст сейчас не нужен будет, но, может быть, в будущих имплементациях разных вариантах понадобится. Это уже будет protected, потому что потомок его оверрайднет. Вот. А map будет... accredit-context будет создавать контекст, который будет представлять собой набор парк-ключ-значения, как вот, например, при передаче между слоями какого-нибудь сервиса используется linkedHashMap, когда набор параметров — это пара и ключ-значения, где ключ — это имя параметра, value — это сам параметр. Соответственно, вот здесь будет у нас string object. Так. 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 И его хэшмэп пустой. Это было в BoerMore не улучшенном. Теперь переходим в BoerMore улучшенный и хотим здесь оверрайднуть. Generate, override, create-context. Вот. Так. А здесь контекст. Создаем хэшмэп, в который делаем put, shift и тут new charposmap pattern. shift — это константа. Добавим её. Create-constant-field. Shift. Так. Да. Таким образом, в parent-классе контекст... Значит, надо создали. Ну, только пустышка. Просто пустой хэшмэп ныне используется. А потомок, в свою очередь, уже наворачивает функциональность. Так. Ну и теперь нам надо передать в Determine shift ещё кроме counter и контекст. Добавим его новым параметром. Так. Determine shift. Так. Так. Ну и теперь осталось, собственно, сам Determine shift метод переписать. Мы возьмём текущую имплементацию. Сейчас будем её переписывать так, чтобы завязать этот контекст. Первым делом из контекста извлечём наш charposmap. Так. Shift. Warmap. Да. Ну вот там у нас, как мы помним, пары string-object, поэтому надо его закастовать к нужному типу. А конкретно вот к этому типу. Так. Так. Значит. Значит. Так. Значит, что мы имеем? Нашли различия. Но вместо действия фиксируем pauseInText, уменьшаем pauseInPattern, и ещё такой символ в нём. Что мы делаем? Мы просто берём список вычисленных ранее значений. для этого символа. И берём... и берём... так... Максимальный из них... меньший pauseInPattern. Да, тут немного неочевидно. Но фишка в чём? Если посмотреть на картинку... Например, мы ищем символ D, но не во всём тексте, а левее... Сейчас мы стояли, например, сравнивали с R. Значит, мы должны найти символ D в куске паттерна, который левее позиции R. В итоге берём ключ D, набор интеджеров. Берём максимальный, но меньший, чем, например, вот эта позиция. Поэтому такая-то логика. Меньший pauseInPattern. Да, ну, теперь осталось... Значит, берём текст char.at Это для более понятности. Не будем всё в одну строку писать. Значит, char.intext это будет... char.intext Так... Значит, если... map.contains.key char.intext Так, что туда делаем? map.get char.intext Там лежит лист. Берём, делаем стрим. Но фильтруем. Вставляем только те char.pos Только те char.pos, которые меньше, чем позиция паттерна. И потом берём максимальный. Так, вот так вот. Для readability. Так, и это получится у нас optional. optional. Ops, это же. Intrider. Так, так. Навел его. pose and pattern. Optional. Так, что мне нравится. А, он должен быть эффективно final. Effectively final. Заверим специально для этого. Final pose and pattern. Так, и потом нам этот optional понадобится вне этих скобок. Для этого заведём такую переменную вне. Пусть это будет optional empty. Так. И потом проверяем. То есть это пока всё ещё. Вот здесь идёт граница. не наша имплементация. Так. По сути мы сейчас сделали вот это вот действие. Так. И теперь, если pose and pattern optional. optional. Is empty. Это возвращаем. Так. Логика тут та же. Так. А здесь. Возвращаем pose and pattern. Optional. Get. Всё, в принципе. Так. Возвращаем pose and pattern. Ну попробуем тесты. Бэйрмур. Энхэнсед. Так. Для начала. Да. Все тесты запустим. Проверим вообще работает ли. Всё работает. Ну а теперь можем сравнить. Например. Вот на длинном тексте. Исаака Сирского. Видим, что. Обычный метод. 252. Бэйрмур. 148. А. Энхэнсед. Это всего лишь 27. Это в 6 раз лучше. Хорошо. Когда multiple times. Видим. 13. 20. 20. Когда one time. 19. 35. 25. То есть. 19. Вот и 25. Сравнивать. Подход в лоб и. Бэйрмур. Так. Ну и лид код. Мы видим. 6. 13. 8. 16. Тоже выигрыш. В принципе. Всё считаем. Видимо это решением. Сейчас проверим. Всё ли написали. Так. Да. Всё считаем это решением. В системе. Всё. В конец. Вп flaws. В lately. В что-то ожидает. НАПРЯЖЕННАЯ speakers. Продолжение следует...